Итак, дорогие друзья, с вами Валерий Булсыновский. Это обзор моего иного подхода к джанго. В 2012 году я написал еще, помню, первый курс в русскоязычном интернете. Это был единственный курс. Сейчас я подхожу таким образом, чтобы понимать. Я просто расскажу логику сейчас курса. Итак, мы начали курсы и, обратите внимание, прежде чем писать сайты, надо вообще разобраться в некоторых ключевых вещах. В данном случае мы начали с того, сначала мы разобрались, как работает джанго, потом начали рассматривать проект. То есть, в первую очередь, нам надо научиться получать URL. Мы это делаем тремя вещами, тремя способами. Первым способом мы делаем по Slack, второй способ по ID, еще способ get absolute URL, прямой URL и еще один способ – это пространство имен. Этих четырех способов вполне достаточно, чтобы работать, писать самые сложные проекты. Тем не менее, если посмотреть на количество уроков, то их довольно много получилось. То есть, это мы рассматривали по Slack. Хотя, вроде бы, я как, когда давал, ну и начали работать с джанго, вроде бы мы и сделали. Но вот в этом вся ошибка джанго-разработчиков. Почему? Потому что они не хотят, не понимают, как работает. Поэтому упор этого курса именно на документацию. Давайте создадим сейчас ситуацию, чтобы вы меня понимали, которая, в принципе, сталкивается разработчики, а она не должна происходить. Сейчас я кое-что переправлю. Во-первых, вот такое написание кода вообще редко увидишь, только у профессионалов. Ну, это уже для участников. Итак, мы, чтобы у нас все надежно работало, мы перезапускаем сами сервер, хотя он, вроде как, автоматово работает. Потом нажимаем, видим, а свив, надо один параметр, а передано два. И сейчас посмотрим. Ребят, это не учебное заведение, не учебное, значит, это не урок. Это просто я говорю, что как надо изучать, вот как я даю в школе. По сути дела, я участникам дал, пока ответа не получил. Либо поленились, либо не знали. Но на самом деле здесь все написано. Но чтобы прочитать, этого мало знать. Почему мы проходим следующим образом, как вы сейчас поймете дальше. То есть надо понимать связь. Мы сейчас будем, мы работали с приложением GetLinkUp. Надо понимать связь модели, URL, представления и шаблонов. То есть мы рассматриваем в уроках таким способом. Сейчас мы взяли упор на URL, но при этом все равно мы не теряем поле зрения модель, поле зрения представления. Теперь давайте попробуем понять. Если мы сейчас наберем вот такую вещь, на самом деле посмотришь профиль на гид, то люди довольно опытные, программисты. Это говорит о том, что они просто-напросто не понимают функций. На самом деле смотрите, сколько этих исключений, большая куча, а их не должно быть. В чем кроется проблема? Проблема на самом деле кроется в том, что человек не знает Python. Когда я в школе даю Python, здесь есть раздел Python, я сказал, что функции надо выучить от и до. Чтобы выучить функции от и до, должно происходить четыре вещи на автомате. Давайте наберем. Первое, что я набрал, я уже подготовил. Мы открываем Django, пойдем от URL, мы видим патч. Во-первых, надо прочитать, да, в Django разобраться, что есть что. URL patterns это переменная. До этого в Django были здесь и функции, раньше были и опять переменные кортежи, сейчас это просто переменная URL patterns, да. При этом Django четко пишет. Вот так мы и работаем, все полностью с документацией. Сейчас отвлекусь, поясню. Вы знаете, я уже столько уроков написал, ну очень много по Django, по разным версиям. И сейчас мне просто писать уроки, даже было бы просто писать вот это вот, как вот пишут книги. Как пишут книги. Вот так примерно, да. Не потому что авторы плохие. С одной стороны, часть авторов не знает, о чем идет речь, а часть авторов хочет сохранить место. Ну, меньше сделать. Так вот, пишут, вот так заполняется URL, и это так, так, так. Так, а вопрос, что стоит, перед новичком какой, что записать, иными словами, часть программистов на Django, за что делают. Берут, копируют, вставляют, ура, работает и все. А почему работает и почему так сделано, в принципе, не знают, откуда пойти. Вот это основное, над чем я делаю упор. Итак, давайте возьмем URL Dispatcher. Если вы почитаете, тут четко написано, URL patterns будет искать, пока не найдет. Если не нашла, то вызывая какое-нибудь исключение. В данном случае перед два параметра. Теперь смотрите. Если мы разберем патч, то есть наши действия какие правильные? Правильно. Набрать Django патч и посмотреть. Патч. Мы видим. Патч это метод. Мы читаем дальше, да, метод. Дальше. Большинство новичков, они не знают, кто смотреть, поэтому делаем упор на документацию. Ни Python, ничего. А смотреть надо было следующее. Если здесь есть патч, то мы смотрим то, что в скобочках. Когда я давал курс по Python, вот здесь его можно найти, да, то я говорил такие вещи, вполне серьезные. То есть человек смотрит документацию и ничего не понимает. Не понимает по одной простой причине. Почему? Потому. А потому все подобные языки, все, все подобные языки в основе лежат функции либо методы. Иными словами, функции. Функцию надо делать так, как я показывал в школе. Должно отлетать от, считываться моментально, несколько вещей. Это параметры. Второе. Вызов функции. Третье. Исключение. То есть возникло исключение, натренировать себя так, что вы заранее знали. В данном случае мы считываем параметры. Мы видим, тут четыре параметра. Иными словами, но обязательных два. Я сразу считал моментально, что здесь два позиционных параметра. Значит, я должен передать в эту функцию два позиционных аргумента. Это роута и вив. Роута и представление. Отлично. Идем в нашу джанго и смотрим. Действительно, это так. Здесь патч. Мы передаем роута. Передано представление. Но, тем не менее, я задавал, специально создал эту ошибку. И попросил участников исправить. Не идти дальше. Теперь мы смотрим. По сути дела, ошибка кроется, исключение кроется в этом именно фрагменте. И, в принципе, это легко совершенно проверить. Давайте попробуем это проверить следующим образом. Для этого я сказал, надо понимать функции. Надо понимать Python. Потому что чаще ребят говорят, можно жанго изучать, не изучая Python. Ребят, это будет белиберда. Просто каша в голове и все. Давайте воспроизведем нечто. Сначала нам надо прочитать файл исключений. Я тоже ребят учу. Здесь вообще явно написано. И даже здесь есть подсказка сразу. Но я пока ее не покажу. Требуется один позиционный аргумент, а передан два. Значит, если мы откроем последнюю строку, то мы читаем. Здесь мы видим это, иными словами, где хранится. Дальше. Что нас интересует? Респонс, ответ. Респонс мы видим нет. Нет ничего, да. В принципе, вот здесь. При этом request, то есть запрос был правильный. Page.slook. То есть все правильно. И единственное, self. То есть метод существует. Иными словами, если посмотреть вот на вот эту запись, сейчас мы ее воспроизведем. То ведь ошибок, исключения нет. Сам метод по себе существует. Ну давайте попробуем прописать и поразмышлять. Именно это я и учу людей. Давайте попробуем. Мы в упрощенном виде. Возьмем, создадим класс деталь.viv. Нам даже на скобки не надо. Добавим здесь один метод. Пусть это он и называется. Swift. Кстати, self. Вот с Колей целых 8 часов объяснял, что это такое. Вот это называется объяснил. Проблема-то не будет. А Swift. Принт, да. Упрощенная строка. Я переопределяю параметры. Экземпляр класс создадим умышленно большими буквами. Потому что так делается в Django просто. То есть это будет mine. И как в Django деталь.viv. И присвоим значение нашему классу деталь.viv. Сначала проверим. Так, это нам не надо проверять. Поэтому просто ставим вот так. И все нормально работает. А теперь попробуем сделать то, что происходит вот здесь. Да. Вот здесь. А свит. Да. Что у нас происходит вот здесь. Значит, что мы делаем. Мы определяем метод. Mine.detal.viv. Вытаскиваем as.viv через как атрибут. И проверяем сначала enter. То есть да, вот отработало. Вот это та строка, которую я вам показывал. Только просто по-другому, да. Но тем не менее данный метод callback он отработал. То есть смотрите. viv.as.viv. Здесь нету никаких скобочек. То есть он отработал. Все получено. Нет всего лишь ответа. Понимание это главное. Так, где оно? Вив. Товарищ. Что мы делаем дальше? Дальше мы это скопируем. И просто-напросто для себя добавим. Нажмем enter. И получаем то, что и должны были получить. Это был бы response. Я переопределяю параметры. В zhang все новое усложнение, но принцип тот же. Теперь мы что делаем? А давайте попробуем. Работаем в юпитер, ребят, все время. А давайте-ка попробуем сделать простую вещь. Только что мы находили патч. Давайте скопируем патч. И прямо так и вобьем себе. Юпитер у нас сейчас про zhang не знает, поэтому у нас все отработает. Иными словами, здесь добавим def. И пока пусть он ничего не делает, нам достаточно, да, для понимания. Enter. Все, исключений нет. Теперь что мы делаем? Мы делаем то, что и делается сейчас на самом деле в zhang. Если мы посмотрели, что патч это мета, значит, и имеет несколько обязательных вещей. То есть мы видим, мы сразу считали роуты вив позиционные параметры, которые передаются обязательно. Роуты это у нас здесь вообще можно как хочешь передать, но zhang мы будем передавать как строку, да, потому что у нас слуг. Хотя на самом деле в zhang здесь не указано, как передавать. Но тем не менее давайте попробуем вызвать эту функцию и показать, чего она нам выведет. Путь. Первый параметр мы передаем роуты, пусть это будет строка, пусть у нас будет как и есть слуг. Далее разделяем данные и далее нам надо передать вив. Вив мы будем передавать с нашего класса. Иными словами, мы передаем следующее. MindDetailViv. Ой. MindDetailViv. И передаем AsViv. AsViv. Все, запускаем. И в принципе получаем то, что должны были получить. Смотрите, ноны, да, упрощенно, но смысл понимается, да, и действительно, респонс, ответа нет, ноны, да. Почему так произошло? Все банально просто. Ведь в школе я вам показывал, что есть колбак, функции обратного вызова. И функции обратного вызова, они, в них не ставятся скобки. Но ведь Джанго не написал, что вообще ничего не работает. Нет, он как раз таки написал, что в рапор колбак, да, вот это. То есть он показал здесь, что существует данный метод, что все нормально, все работает. Что нам надо было сделать, чтобы не получить это исключение? Да все банально просто. Нам просто надо было сделать следующим образом. Если это метод. Сейчас, что получается? Мы передали класс, а вот это передали как функцию обратного вызова. Только чего там? Там ничего нету, ведь мы ничего не прописывали. Но если мы добавим скобки, то мы получаем то, что и надо. Мы получаем доступ, да, то есть я переопределяю параметры. Просто мы здесь не записывали. Но на самом деле это есть. И тут у нас стоит паз, поэтому здесь нона. Но тем не менее мы параметры. То есть смотрите, вот этот момент, я думаю, должен быть понятен. Все, я сохраняю. Теперь в чем заключается проблема? Я сказал, большинство людей, они не пытаются вникнуть. Не пытаются почему? Потому что это надо объяснять. Сама документация написана в первую очередь для человека, который знает джанга. Давайте дальше пойдем. Поправим наше исключение, которое я здесь искусственно создал. И все-таки откроем, 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 а свиф. И наконец-то метод называется «Назовы себя», то есть который может передавать атрибуты. Иными словами, в этом классе, если дальше внимательно почитать, то что написано? У нас есть класс, от которого мы пишем представление. Вот он класс. Деталь виф. У нас имеются методы. Так вот, а свиф может переопределять эти методы. И вот здесь вступает в понимание то, что связи между всем. Вот, допустим, getContextObjectName, да, что это такое? Здесь, наконец-то, вступает то, что человек должен понимать. То есть, вот здесь в одном случае я показывал. Мы указали контекст ОбъектName, просто в данном случае вы сейчас увидите дальше. Это даже многие и не знают люди. Вообще можно было, как мы сделали, в URL прописать. Иными словами, здесь вступает в силу связь. Да, у нас есть модель Page. И к модели надо как-то обратиться. К модели, к ее полям. Так для этого надо уже открывать, как работать с моделью. Но мы работаем в этом курсе, который я даю. Мы работаем постоянно с этой связью. Модель, представление, шаблон и URL. Ну, не буду вас долго томить. Все в Жанго просто. По сути дела, если наша модель называется Page, и мы ее не переопределили в Meta, то обращаться к ней тоже Page, только с маленьких букв. Вот и все. Если нас что-то не устраивает, или нам хочется по-другому, или модель очень длинная, то мы можем что сделать? Абсолютно верно. Мы можем просто переопределить это имя и задать ему любую строку. В данном случае так создано. Так вот это и есть, если взять URL, вот это и описано на самом деле, что ASVIV именно, я не большинство как считают, что он пишется, почему-то там пишется. Вот именно он и принимает эти методы, и можем мы их вот тут, как мы написали, написать. Сейчас мы вот этот уберем код, ставим вот этот код. И откроем, да, наше представление. Единственное, что сначала перезапустим сервер, хоть он и вручную, и посмотрим, да. Все, у нас заработало. Так как наша задача получать URL, дальше мы здесь не остановились. Все у нас работает, да, то, что мы и вынули в шаблонах. Потому что связь продолжается дальше. Связь продолжается и в шаблоне. Если открыть шаблон, вот наш шаблон. Во-первых, мы здесь переопределили темплейт, не по умолчанию. Во-вторых, если мы открыли лист fill, то опять мы видим, здесь уже, вот, pg стоит, да. Это уже немножко другое. Это временные переменные. Ну, в шаблонах цикл for не надо путать с циклом for python. Здесь просто работает так, как в python, но это не цикл python. И здесь мы тоже не остановились, а пошли дальше. Дальше пошли. То есть человек должен понимать. Если мы, как я показывал, учу ребят по документации, да, допустим. То есть если мы URL-диспетчер, то тоже человек не знает, что смотреть. На самом деле, все опять банально просто. Это надо один раз объяснить. Слог, слаг, да, что это такое? Это какой-то набор символов. Иными словами, это строка. Как в данном случае мы определяем эту строку. Самое для нас важное, это набор символов. На самом деле, если в Жанго прийти, там они четко пишут. Что они пишут? Они пишут, что это, в принципе, последовательности. А мы как раз в школе, я и разбирал ошибку. Я сейчас не буду углубляться. Ну, вот здесь вход в языке, строки, да, мы разбирались с последовательностью. Довольно большое количество уроков. В чем этот смысл заключается? Когда человек изучает, он начинает изучать там типы данных, и у него каша в голове. Ребят, ну, правильно, что человек делает? Изучает там тип данных и список, и что-то умеет списать. А он думает, нахрена мне это надо вообще, когда я программировать буду? Я подошел другим путем. В принципе, вот как я увидел и Жанго-разработчики, так и описывают. Я рассказал общее для всех последовательности, и у человека уложилось в голове. Теперь он понимает последовательности список, кортеж, строка, работая по одному принципу. То есть могут извлекаться по срезам, и так далее, и так далее. Иными словами, собрали в голове. Но это к Python. К чему я это говорил? Потому что, когда мы планируем приложение, мы начинаем думать, да, как. То есть у нас строка. И, в принципе, не надо долго изучать Жанго, когда понимаешь, что смотреть. Я просто смотрел, как, допустим, даются строки. Просто легко, быстро проматывал и показывал ребятам. Смотрите, говорю, ребят, есть несколько способов. То есть вот это работает. На самом деле, Жанго без разницы. Это, оно, главное, извлекается. Дальше мы найдем послак. Следующим, если промотать документацию, мы находим, что вообще может быть прямое вставление, и вообще может быть строка. Что это тип данных строка, и что там написано. Это будет слог. То есть идет обращение к полю. Вот так. Единственное, что уроки, это сейчас длиннее видео, да, уроки, каждый урок затрагивает один аспект. И в чем мы разбираемся? Мы учимся не просто вот это работает так, 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 а почему мы так делаем. Ведь отсюда и идут размышления. Ну, как я говорил, ребята, вы понимаете, в чем загвоздка. Многие люди, они не понимают простой вещи. Я в курсе сказал, что работайте с функциями. Ребята, функции должны отлетать. И, по сути дела, ведь именно такие рекомендации я и даю. Представьте, мы плохо изучили функции. Что происходит? Мы моментально не считываем. А ведь идет размышление всегда, чем? Абсолютно верно. Параметрами, которые в них будут передаваться функции, и переменами. Все. Но если мы это не считываем, то о чем мы будем думать и как мы будем думать? Никак, ребята, никак. Нам просто придется тупо всегда копировать и радоваться, что работает. А на самом деле, вот смотрите, мне понадобилось 15 минут, чтобы вы поняли, как работает. Мы, видите, вот так я видел, делают немного людей буквально. Но, конечно, мы тут уже слишком обнагрели правильную модель. То есть, в представлении, да, мы вообще ничего не определяли. Мы все определили в URL. Почему? Потому что мы знали, что есть метод АСФИ, который, в принципе, отвечает за переопределение. Подведем итог. Такой способ джанга, который я даю, ну, конечно, это все из опыта уже изучения. Вот он действительно наиболее правильный. Почему? Первое. Мы разбираемся вообще, из чего состоит. Второе. Мы сразу работаем в документации. Что отличает опытного программиста от неопытного? Неопытный программист, как правило, он что делает? Он ищет исключения. Он нашел исключения, он все время лазит и ищет ответ. Программисты, которые хотят все-таки стать опытными, они ищут способ воспроизвести. И работают с документацией. Ведь хороший программист, он знает всего лишь 100, где найти. В данном случае, конечно, нужна тренировка. И поэтому я постоянно в уроках показываю по ходу. Да, вот это находим, вот это находим. Здесь очень простая работает методика. Именно в школе, я рассказывал, есть такая вещь, которая сейчас, возможно, станет интересной именно участникам в школе. Разработка. Так, стоп. Не то, это я только начал. Разработка. Я начал с чего? Правильно, система работы с кодом. Просто знаете вы или нет, но в любом случае вас ожидают два результата. Те, кто изучает Python, одна группа людей проходит год, у них кашель в голове, они код вроде понимают, но писать не могут. Почему? Потому что не разбирались со своей системой работы с кодом. У них она есть. В чем она заключается? Это потом, это отложу. Ай, ну работает, ладно. В принципе, чего удивляться? Чего искать причины, если ваша система работы с кодом называется «побежим дальше», а это все остальное хрен с ним, как-нибудь потом. И это как-нибудь потом всегда продолжается. Это и есть ваш подход. Его надо срочно менять. Я показал на практике, где мы 8 часов разбирали, что такое self. Всего лишь аж 32 урока, да, и вошли в классы. Вот это называется «разобрали», я показал. На самом деле, все банально просто. Если применять даже несколько советов, мы идем сейчас от нашего представления к документации. Тогда нам становится понятно. Почему? Потому что мы, допустим, нам надо понять, что здесь написано. Мы читаем, это переменная. Мы находим по ней информацию. Дальше мы увидим этот список. Дальше мы видим из чего? Патч – это функция. И мы начинаем смотреть. Все банально просто получается. Ага, мы знаем Python. Поэтому мы, когда смотрим патч, мы смотрим, что это метод. И видим два обязательных параметра. Два необязательных. Каких? Quartz. То есть это словарь. Сейчас мы в это залазить не будем. Но это, допустим, если надо передать дополнительные параметры. И name – получение по имени. Дальше будем изучать. Когда мы идем дальше, нас тогда что начинает интересовать? Абсолютно верно. Нас начинает интересовать, что параметр? Root.Viv. Если Root, мы четко понимаем, что для этого надо открыть URLs и посмотреть. И все здесь понятно, когда особенно объясняешь. То Viv мы тоже начинаем открывать представление. Но здесь все немножко посложнее. Мы видим базовые классы и видим кучу методов. На самом деле, как я показал, из того, что мы даже с вами провели, то, видите, когда мы можем размышлять, то есть воспроизвести проблему, пусть даже приблизительно, но мы начинаем понимать. Ведь это все банально просто. Работаем в Юпитере. С Юпитером много надо работать. Если мы не будем понимать, как получить данные, и тут у нас, конечно, становится дальше все это... Ой, извините, ребят. Дальше все это становится на места. Потому что, если мы проследуем дальше, то второй параметр, который должен быть обязательно передан, это представление. При этом просто там описано Viv, то есть может быть класс, функция, все что угодно. Но, как мы видим, с одной стороны, мы могли бы скопировать это, и оно работает радоваться. С другой стороны, мы немножко разобрались глубже. Мы с вами начинаем работу с двумя страницами. Но, тем не менее, смотрите, на это будет затрачено немножко времени. Ой, что я делаю? Что-то я не то делаю, ребята. Я хочу найти то, что мне надо. А, на это будет затрачено немножко времени. И оно окупится. Сколько времени? Ну, пусть 30 минут, мы сейчас разобрались. Но этот вопрос у нас уже ушел, да? Второй момент. Мы хотим писать немножко с сайта посложнее. Значит, мы используем деталь Viv и, допустим, видим метод. Нас здесь будет интересовать несколько методов. Ну, допустим, контекст-объект, да? Мы видим getContextObjectName. По сути дела, опять новичок навряд ли. Надо показывать. А показывать вот, что надо. Здесь getContextName, то есть это именно идет обращение к модели. Это считается, что человек должен понимать. Да, уже Django и понимать Python. Иными словами, у нас есть модель, к которой надо обратиться. Как я сказал, по умолчанию это будет просто page. И мы можем так обратиться к модели, к ее полям. С другой стороны, нам надо писать представление. Это представление в данном случае пишется и имеет большое количество методов, которые мы переопределяем. Как раз мы здесь ставим точку, что оказывается, а свиф это именно тот метод, который, как говорится, назови себя, то есть назови методы, которые вы будете переопределять. Дальше у нас в патче идут два необязательных параметра, которые мы пока не используем, и то мы один использовали, name. Хотя он нам сейчас не надо, но тем не менее, пусть он будет. Есть оно не просит, а с другой стороны, вам когда-то понадобится отразить. Когда мы дойдем до namespace, вы поймете, зачем это все нужно было, чтобы потом ничего не переписывать. Подводим итог. Самое главное, это научиться разбираться и ответить на вопрос, зачем. Ведь, ребята, согласитесь, согласитесь, что, по сути дела, я ничего сложного не сказал, а просто провел. Все в уроках интереснее. Мы могли бы сразу написать сайт, да, писать сайт, и я бы говорил там, что, а, вот это пишется, это делай, это просто вызывай страницу. Но, а как мы можем этим размышлять? На самом деле все намного сложнее. Поэтому первым делом я решил, что ребятам дать? Давайте-ка мы научимся правильно извлекать адреса. И тут оказывается намного больше вещей. Мы извлекли послак. Взяли, я думаю, достаточно трех методов заполнения роута. Дальше мы еще научимся получать getAbsolute URL, прямой адрес по ПК. И, иными словами, каждая запись в базе данных имеет свой ID, то есть номер. Это всегда пригодится. И еще научимся получать по пространству имен. По сути дела, мы еще можем использовать регулярные выражения. Иными словами, этого нам достаточно, чтобы написать абсолютно любой сайт любой сложности. Вот так правильно. Согласитесь, что подходить с пониманием намного интереснее, да, когда ты понимаешь. Ребят, спасибо. Это было не занятие. Я просто показал, что ведь есть подход джанга, который требует, может, немножко больше времени. Но сравните его, сравните два результата. Результат номер один. Вы просто пишете сайт, да, и по типу читаете. Вот URL надо писать так, да, там, вы просто тупо берете, копируете. И пишете, работает и ура. С другой стороны, вы читаете. Смотрите, сколько я могу размышлять, да. Я начинаю размышлять. С другой стороны, когда я начинаю размышлять, и я связал в голове все четыре вещи, то есть URL, подошел в страну URL, но при этом использовал и представление, и шаблон, и модель. То есть нашел это в документации, и это связал в голове. Я затратил, пусть сейчас это видео, скажется, длинное, ну, пусть это было 40 минут. Но, смотрите, с этого момента начинается рост. Либо вы выбираете то, что я сказал вначале, копирование. Хорошо, пройдет год, и вы будете так же копировать, так же искать исключения. Выбирайте сами, как лучше учиться, да. Спасибо.